Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал о моде красоте, также о бумном шоппинге. Такая интересная сегодня у нас локация, я снова напротив отбивной какой-то цементной стены, надеюсь, сегодня меня отсюда не потеснят. И в который раз говорю, что да, если вы начинающий блогер, имейте в виду, что стена, она очень хорошо поглощает эхо, очень хорошо поглощает любые звуки, поэтому, в общем-то, записывать видео даже в квартире рядом со стеной, вы получите хороший звук, а также, скорее всего, получите хороший свет, потому что он отражается, он очень хорошо рефлектирует. И речь сегодня пойдет о волосах, о волосах, потому что я, вот буквально, отводя ребенка в сад, получила, ну, не могу сказать, что это был комплимент, мне сказали, Яна, как твои волосы отросли, ты какой-то уход за ними делаешь, ты, в общем-то, что ты с ними делаешь, на что я сказала, нет, я ничего не делаю, как, в общем-то, было примерно год назад, я разговаривала с этой мамой по поводу различных процедур для волос, она мне советовала счастье для волос, ботокс для волос, все это в Италии делают, ну, я попыталась ей объяснить, что суть этих процедур, в общем-то, какова суть этих процедур, не думаю, что она мне особо поверила, но вот как раз-таки сегодня она меня, мы отводили, встретились в калитке с детьми, она сказала, Вау, как у тебя отросли волосы, что же ты с ними делаешь? Я сказала, ничего не делаю, я просто уже вот второй год не хожу к парикмахеру. Соответственно, видео сегодня будет посвящено, как сохранить укладку, укладку на несколько дней. Одна моя зрительница сделала вчера мне комплимент по поводу моего внешнего вида, я считаю, что я там плохо выглядела, это видео про детей, про детские игры, и там у меня ложное коре, я очень часто его применяю, когда, в общем-то, здесь еще волосы не жирные, а концы уже, ну, такие хорошо потрепанные, видно, что они помяты, я собираю их небольшой резинкой, заправляю, у меня получается ложное коре, оно очень часто, кстати, меня выручает. Итак, как сохранить укладку? Когда волосы у меня практически сухие, я всегда делаю брашинг, своей щеткой с крутящейся головкой, но если у вас такого нет, вы можете просто пройтись круглой щеткой и феном, фен не обязательно держать близко, в общем-то, волосы, если у вас славянского типа, они легко поддаются брашингу, совершенно нет никакой необходимости близко держать фен, как это делают очень часто в парикмахерских, они нам пережигают волосы. Мы получаем красивые волосы, но мы получаем гораздо больше вред, поэтому я, например, всегда отказываюсь от укладки. Это выглядит очень странно, чтобы, в общем-то, меня не донимали вопросами, я всегда теперь, когда прихожу в парикмахерскую, ну всегда, это было примерно, наверное, полгода назад, когда я делала мылирование, я теперь очень тщательно спрашиваю, сколько это мне будет стоить. Моя мимика просто-таки не меняется, я так сижу, и мне предлагают, например, затонировать, а потом, не знаю, какую-нибудь масочку предлагают. Я себя спрашиваю, сколько это мне будет стоить. Соответственно, мне объясняют, сколько это будет стоить, и наверняка люди думают, что я очень ограничена в финансах, раз так внимательно всё расспрашиваю. И, соответственно, они потом не убеждают меня, ну, нельзя по-другому сказать, не докучают мне аргументами в том плане, что это мне нужно, что это очень важно. Мне даже теперь и кончики волос не предлагают подстричь, потому что я тоже спрашиваю, а сколько мне это будет стоить? Делаю задумчивое лицо и говорю, нет, спасибо. И, соответственно, вот таким образом я избавляюсь от ненужных мне услуг, сопутствующих услуг, и, безусловно, денежки в моем кармане остаются. Вот буквально я делала милирование, я заплатила за милирование, ну и, наверное, за помывку головы. То есть я не платила за укладку, не платила ни за какие тонирования, которые сойдут через несколько помывок, а, возможно, даже через одну помывку. Я не платила ни за какие маски после того, как мне обесцветили мои волосы, потому что это бесполезно делать в моменте, то есть это совершенно, совершенно чистой воды маркетинг. Соответственно, к чему я это говорила? Опять-таки я забыла, к чему я это говорила. Говорила я это по поводу сушки волос. Поэтому вот если вы так же не хотите, чтобы волосы вам сушили, вы просто спросите, сколько это вам будет стоить, и после этого нет, спасибо, откажитесь. Я уверена, что вас не будут убеждать, продолжать убеждать в том, что сушка волос, укладка и так далее вам нужна. Соответственно, я не укладываю свои волосы в парикмахерской, когда выхожу, это делаю уже очень-очень много лет. И делаю легкий брашинг дома сама, мне этого вполне достаточно. После легкого брашинга, вот вчера я сделала вечером брашинг, вот такие у меня волосы. Волосы с утра я не расчесывала, потому что у нас очень влажно, у нас очень сильный ветер, это было, в общем-то, бесполезно. Я говорила много раз, что я расчесываю волосы свои мокрыми, хотя знаю, что существует мнение, что мокрые волосы, когда мы расчесываем, они очень сильно травмируются, но мне так удобнее. Я так нашла, в общем-то, свой уход за волосами, так я его для себя выверила. Соответственно, сегодня я даже с утра волосы не расчесывала, это было совершенно бесполезно. Итак, когда у вас волосы только-только касаются плеч, как было очень долгое время у меня, когда я не могла отрастить, когда я отращивала, я заметила такую интересную особенность. Если вы соберете их, что называется, в гульку, в пучок, в ананас, в общем-то, ну, все понимают, что это самый обычный балетный, наверное, пучок. Вы соберете его вот здесь вот высоко, либо не очень высоко, примерно вот здесь, на утро вы получите, как я это люблю называть, шикарное каре. Как это ни странно, на волосах примерно вот такой длины, но только-только они касаются плеч, на такой структуре, как у меня, вот такое собирание в гульку давало мне лично потрясающий результат. Мои волосы сохранялись очень долго в укладке, мои волосы очень долго сохранялись непомятыми, и самое главное, они имели очень красивый прикорневой объем. То есть я распускала волосы, вот у меня на самом деле была, ну, шикарная просто прическа. Когда мои волосы стали отрастать, я поняла, что этот прием больше не работает. Более того, он дает мне вот практически помятые с утра волосы. Я попыталась заплетать их косичку, то есть сделать низкую косичку, и получила, в общем-то, тоже не очень хороший результат. Волосы мои были, что называется, слишком завитые, то есть пряди были не вот такие прямые и отдельные пряди, они были слишком завитые. Мне так не нравилось, мне так не шло, плюс у меня получалась вот эта голова как будто бы прямая, а вот здесь как будто бы завита. Эффект мне не нравился. Я попыталась заплетать в две косы, очень-очень слабые две косы на пробор, тоже результат меня не впечатлил, мне не понравилось, потому что волосы, опять же, выглядели помятыми. Я попыталась сделать низкий пучок, прямо-таки у основания шеи закручивать все это в пучок, также аналог вот такой гульки, только очень низко. Это дало мне лучший результат, но внимание, как вы можете таким образом сохранить вашу прическу? В низком пучке он должен быть не очень тугим, то есть вы фактически вокруг основания пучка обмотаете эту вашу улитку, аккуратно заколите невидимками. Наверняка любая девушка, кто отращивает волосы, знает, что закалывать их невидимками это плохо, они травмируются таким образом, поэтому решите для себя сами. Такой вам вариант подойдет и, скажем так, он будет менее травматичным, чем все остальные варианты. А какие все остальные? Это прежде всего расчесывать волосы каждый день, это, возможно, вариант, когда вы вынуждены изо дня в день ходить с гулькой. Я, кстати, так два года проходила после рождения моего третьего ребенка, мои волосы так плохо выглядели, они не укладывались совершенно, чтобы я на них не наносила, что бы я ни делала, они были как проволока, плюс они были не засиликонены, они были еще короткие, и, в общем-то, они выглядели естественным своим путем, и было это ужасно. Я два года проходила с гулькой, поэтому всем, кто отращивает волосы, могу сказать, что этот период, наверное, каждая, кто отращивает волосы, должна пройти. Соответственно, закручивайте в дне тугую улитку, можно попробовать шпильками закрепить, но шпильки, насколько я знаю, выпадают, особенно если гулечка, как в моем случае, она маленькая, худенькая, и там где-то, в общем-то, на волосновании шеи болтается. В чем минус такого способа сохранения укладки? Неудобно спать, то есть у вас пучок прямо-таки вот здесь будет, неудобно у вас будет лежать, не будет позволять вам комфортно спать. Соответственно, мой способ сохранять укладку, это, как ни странно, одна моя зрительница даже меня спросила, я убираюсь с распущенными волосами. Да, это практически постоянно иметь распущенные волосы. Как это ни странно, в распущенном виде достаточно длинные волосы сохраняются лучше, они лучше выглядят, они меньше путаются. Но если вы носите шерстяную одежду, вы должны знать, что волосы будут очень сильно скатываться. На самом деле, проблема вот таких полудлинных волос, вы как, кстати, когда видите блогера с такими шикарными волосами, возможно, даже лучше, чем у меня, и, скорее всего, лучше, чем у меня, вы должны совершенно точно знать, что блогер, он, в общем-то, все свои волосы вот сюда перебросил. Даже одна девушка, у нее англоязычный YouTube канал, она сказала, в общем-то, неважно, как вы там сзади выглядите, сзади на вас никто не смотрит. Вы вот так вот вперед, когда волосы перебросите, выглядите хорошо, таким образом вас люди воспринимают. Соответственно, вот любой блогер, он так и делает, со своими шикарными волосами, он все вот сюда перебрасывает. И могу сказать по собственному опыту, что моя большая-большая проблема в том, что у меня, опять же, вот здесь в основании головы скатывается култук. Этот култук скатывается от соприкосновения с такими материалами, то есть это, получается, дубленка. Он скатывается от соприкосновения с самой обычной шерстью, он скатывается от прикосновения с синтетическими материалами. То есть, по большому счету, если вот так у вас хоть что-то будет более-менее сохраняться и выглядеть достаточно неплохо, то в основании шеи, ну, в общем-то, даже вот здесь вот видно, в основании шеи все это будет очень стильно собираться. От этого, на мой взгляд, никуда не деться. Но, по крайней мере, прическа у вас будет выглядеть не помятой, то есть перейти вы как-то будете выглядеть достаточно неплохо. Резюмирую, я хочу от себя сказать, что именно поэтому я так часто ношу шелковые платки. Помимо того, что сейчас мне это кажется красивым, я научилась это делать, изначально я стала носить шелковые платки как раз-таки, чтобы сохранять свои волосы, чтобы они прежде всего не травмировались отрастая, чтобы, в общем-то, укладка сохранялась несколько дольше. Я поняла, что вот эти шелковые ткани, а также кожаные ткани, они очень хорошо сохраняют укладку, ну и также очень хорошо, на мой взгляд, полируют волосы сами по себе. Поэтому, если у вас есть шелковый платок, он вам в помощи, даже дома носите его, если тем более вам нужно сохранить укладку на несколько дней, носите дома шелковый платок, в этом ничего нет удивительного и странного. Либо завязывайте волосы, ну, когда вы делаете домашнюю работу, я иногда так делаю, но неудобство состоит в том, что шелковая лента, либо атласная лента, она, можем сказать, и не натуральная, но нужно, чтобы она была гладкая. Просто так же низкий пучок, точнее, низкий конский хвост завязывайте у основания шеи, и вы получите тоже, ну, скажем так, сохраненную укладку. Но неудобство такого способа состоит, повторюсь, в том, и я крайне редко так делаю, что эта лента постоянно спадает. То есть вот шелковые ленты, атласные ленты с волос постоянно соскальзывают. Поэтому вот так я сохраняю свою укладку. Вот, в принципе, мне удается сохранить ее, ну, наверное, в течение 3-4 дней. Все зависит, безусловно, от того, делаю я пробежку или нет, но хотела я специально обратить внимание, что как раз-таки недавнее видео я записывала на пробежке, после этого голову я не стала мыть, мы сразу поехали гулять, и я решила ради эксперимента записать видео вот на следующий день, как раз-таки, когда я получила комплимент, когда у меня было ложное коры, потому как там уже ничего нельзя было сделать, но корни волос еще были не грязные, соответственно, это была вот такая вот моя сохраненная укладка. Поэтому желаю всем красивых волос, отращивайте волосы, волосы это прекрасно, это, на мой взгляд, лучший аксессуар, который может себе позволить женщина. Это самый труднодоступный аксессуар, мне кажется, даже сумку Биркин легче получить, легче заказать и получить ее, и обладать ею, чем действительно красивыми, здоровыми волосами. Ничто, на мой взгляд, так не молодит и так не украшает женщину, как не столько длинные волосы, сколько прежде всего здоровые волосы, волосы в хорошем состоянии. В Париже посещайте парикмахерские, делайте все дома сами, вы достигнете, я уверена, очень хороших результатов. На этом я с вами прощаюсь, желаю очень хорошего дня, это была Яна Скворцова, пока-пока!